Привет всем! Я хочу вернуть вас в наше прекрасное советское детство. И мы помним стих о бывшем американском министре, а ныне банкире, владельце заводов, газет, пароходов, мистере Твистере, который на досуге объехал весь мир, посоветовался с женой и дочерью и отправился в СССР, а именно в Ленинград, представление о котором у них были самые клюквенные. Для того, чтобы вы поверили в эту историю, я зуб родной Вену. Влад! Друзья, перед тем, как начать читать мистера Твистера, я хочу показать вам, что я тоже мистер Твистер. И я тоже миллионер. А доказательства, вот вам, пожалуйста, у меня есть все, что мне нужно в Америке, а именно доллары. Много-много стодолларовых бумажек. А также, вот смотрите, у меня есть много-много миллион долларовых бумажек. Это не шутки. Это миллион долларов Соединенных Штатов Америки. И у меня их, видите, пачка. Купишь ты билеты в пачку, выиграешь водокачку. Это настоящие деньги. Это не шутка. А еще у меня есть совершенно новые деньги. Вот, посмотрите, какие у меня есть деньги. 20-долларовые купюры, которые специально сделаны для инаугурации мистера Доналда Трампа. Вот. Вы такого нигде не увидите. До 3 ноября вы нигде этого не увидите. Это только у меня они есть. Пожалуйста. Так что и кошелек у меня даже есть специальный. Вот. Видите, какой кошелек у меня. Видите? Здесь вот мой драйвер-лайсенс в середине. Вот. Я не шучу. Вот он. А еще у меня есть сигара, как у мистера Твистера. Даже у меня есть, честно говоря, вот ящик сигар. Видите? 125 лет anniversary. Вот. Видите? Ящик кубинских сигар. Это хорошие кубинские сигары. А еще у меня, как у мистера Твистера, есть револьвер. У меня есть один знакомый. Он большой начальник. Он всем всегда показывает свой револьвер. Видите? Это настоящий револьвер. Ну, в общем, вы поняли, что я настоящий мистер Твистер. Мистер Твистер, миллионер из Пенсильвании. Привет всем, кто хочет узнать, что же происходит сейчас в Америке. А история эта началась в 1932 году и называлась она «Мистер Твистер, мистер Твистер, миллионер едет туристом в СССР». И написал эту историю Самуил Маршак. Итак, начинаем. История мистера Твистера. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Толчком к созданию поэмы послужила история, рассказанная Маршаку академиком Дмитрием Мушкетовым. О том, как один из американских туристов остался в Ленинграде без ночлега после того, как отказался поселиться в одной гостинице с негром. Об этом подтвердил Маршак. Поэма, как и многие произведения, подвергалась многократной авторской поправки. Так, ранее бывший министр носил фамилию Блистер, Пристер, а также был вариант и другой. Автомобиль, перевозивший Твистера по Ленинграду, в некоторых редакциях говорился как Зис, Серебряный Зис, а в некоторых иномарка Линкольн, поэтому мы будем говорить Серебряный Пес. В ранних вариантах приуратник Англитера после отъезда семейства Блистеров, они же Твистеры, обзвонил все ленинградские гостиницы, попросил швейцаров ответить заезжим американцев, что мест нету. И те согласились сотрудничать с первым привратником, который был так, между прочим, капитан НКВД. Впоследствии Маршак исключил этот эпизод из поэмы, так как он писал одному из своих знакомых. Редакция утверждает, что капиталисты перестанут к нам ездить из-за того, что якобы швейцары могут устроить бойкот американским мистерам. В конце концов, произошло то, что произошло, и Маршак еще раз подправил свое произведение, и я прочту именно ту последнюю версию, которую правил Маршак. А вот фраза «владелец заводов газет пароходов» стала крылатой. И мы сразу понимаем, что это мистер твистер, миллионер, расист. Эта поэма написана в 1932-33 годах, в которой высмеивается американский расизм. вступление. Маршак предупреждает. Приехав в страну Советов, старайтесь соблюдать ее законы и обычаи во избежание недоразумений. Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука, и вы захотите увидеть мир, остров Таити, Париж и Памир, Кук для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту или прикажет подать самолет, или верблюда за вами пришлет, даст вам комнату в лучшем отеле, теплую ванну и завтрак в постель. Горы и недра, север-юг, пальмы и кедры покажет вам Кук. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, гелец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов, решил на досуге объехать мир. Отлично, воскликнула дочь его Сюзи, давай побываем. Во! Хе-хе-хе! в Советском Союзе. Я буду питаться зернистой икрой, живую ловить осетрину, кататься на тройке над Волгой рекой и бегать в колхоз по малину. Мой друг, у тебя удивительный вкус, сказал я отец с обедом, зачем тебе ехать в Советский Союз, поедем дакшичанам и с шведом, поедем в Неаполь, поедем в Багдад, но дочка сказала, хочу в Ленинград, а то, чего требует дочка, должно быть исполнено точкам. А если вам была интересна первая серия, надеюсь, вам будет интересна и вторая. А пока-пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok